Ну а перед началом этого ролика я хочу вам напомнить, что прямо сейчас в моем телеграм-канале проходит масштабный розыгрыш на общую сумму в 12 тысяч кредитов. Все условия будут в описании под этим видео, обязательно переходи и участвуй. Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Gameros TV и добро пожаловать в новое видео. В сегодняшнем ролике у нас с вами будет вторая часть рубрики, где я показываю вам различные сочетания ножей и перчаток на разный бюджет. Сегодня у нас с вами будут сочетания на стоимость от 5 до 10 тысяч кредитов, можно так сказать средний ценовой сегмент. Прошлая часть, где я обозревал самые дешевые сочетания ножей и перчаток, вам очень понравилась, вы ее хорошо поддержали активом, за что вам отдельный респект. Поэтому давайте с вами договоримся, если эта часть вам понравится, будет для вас полезной и интересной, то и вы на нее точно так же поставите лайк. Обязательно подпишитесь на канал, если вдруг не подписаны. Более 60% смотрят без подписки, ребят, это не дело, давайте попробуем этот процент снизить. Я очень стараюсь над роликами и ваша поддержка будет неоценимо важна. Помимо этого, для выхода третьей части данной рубрики я попрошу вас набрать под этим видео 200 лайков. И я сяду записывать для вас третью часть, где будут уже более дорогие сеты, либо от 10 до 15, либо от 10 до 20 тысяч кредитов, в зависимости от того, сколько сетов получится. Ну и в дополнение этого, в моем телеграм-канале сегодня начался крупный розыгрыш общей суммой на 12 тысяч кредитов, итоги которого будут на следующей неделе. Поэтому успейте принять участие, все условия будут как в описании, так и в закрепленном комментарии под этим видео, обязательно переходите и участвуйте. Ну а мы с вами не будем больше затягивать и переходим уже непосредственно к сетам. Собственно, как и в прошлый раз, ввиду того, что сетов получилось действительно большое количество, и вы можете сами это заметить по количеству катов в программе для монтажа. Для того, чтобы обзор не затягивался и получился достаточно кратким, лаконичным, я заранее все это дело смонтировал, и сегодня буду просто комментировать вам те сеты, которые у меня получились. Также в левом верхнем углу, как вы можете заметить, указана стоимость сета в кредитах, если перчи и нож вы будете покупать непосредственно с рынка. Соответственно, если вы будете все это дело ловить по запросам, то стоимость будет ниже, это тоже надо понимать. Ну что, ребята, полетели смотреть, что у меня получилось, и первые перчатки, как вы могли заметить, это у нас санспоты с бабочкой хризантемом. Как по мне, сетик смотрится действительно круто, 9650 кредитов он стоит, в принципе не так дорого, и смотрится реально достойно. С таким сетом у меня друг играет, поэтому я лично знаю, что в катках он смотрится действительно круто. Дальше у нас идут перчатки Куда, также из прошлого выпуска, но в этот раз я к ним подобрал вот этот вот нож Тайлонг. Конечно, раньше этот нож смотрелся еще круче, но и сейчас он по-прежнему выглядит годно, и за 6250 кредитов, как по мне, очень даже неплохой сетик. Примерно в той же ценовой категории у нас находится меч из бандла, сочетается, ну, наверное, похуже, чем с Тайлонгом, вернее, не с Тайлонгом, с этим, с Бэдмунрайзингом, но, тем не менее, тоже неплохо. Также я подобрал вот такой вот керамбитик из, получается, рулетки, верглаз. Ну, сочетается на самом деле не идеально, но я решил данный сетик также в видос добавить, потому что кому-то он может подойти. 7350 кредитов такой сетик стоит. Ну и последний керамбит на очереди у нас керамбит Фуриас, как по мне, смотрится он получше в сравнении с предыдущим керамбитом, но точно так же не идеально. Не идеально, но вполне достойно, 9000 кредитов такой сетик обходится. К перчаткам Zuma Beach я подобрал вот такой вот тактул, который называется Hack Tool. 7050 кредитов сетик стоит, и, как по мне, смотрится прям идеально. Сочетание по цветам офигенное, поэтому пользуйтесь. Наверное, лучший тактул к данным перчаткам. Вот этот сет у меня просили в комментариях под предыдущим выпуском. Он не попал в прошлую часть из-за бюджета, потому что стоит дороже 5000 кредитов. Но в эту часть я не мог его не добавить, потому что сочетается действительно очень круто. Вот эти вот перчатки Split Window я решил добавить в этот видос с вот этим вот томогавком. Опять же, не особо нравится сам по себе томогавк, и, на мой взгляд, для сета это достаточно дорогая цена. Но, тем не менее, сочетается круто, поэтому я все-таки в видос его решил также добавить. Перчаток Sweet Tooth в прошлом выпуске не было. Сегодня они, как вы можете заметить, есть. И первый сет, конечно, у нас идет с керамбитом, который шел к нему в сет в рулетке. 7000 кредитов такой сетик стоит. Дальше у нас идут перчаточки Venomo Splating. В прошлом выпуске их также не было, но в этот раз я их добавил. И первый сетик у нас идет с тектулом Pestilence. Смотрится прям идеально по цветам, мне очень нравится. И сетик, в принципе, недорогой, 5500 кредитов стоит. Дальше у нас идет керамбитик, который шел в сете. Смотрится также круто, 7100 кредитов стоит. Но, не знаю, мне лично эти перчатки не особо нравятся. Но просто люди под предыдущим выпуском просили, поэтому не добавить я их точно так же не мог. Вот эти перчи у нас, к ним, на самом деле, тяжело что-то подобрать. Единственное, что я нашел, это вот такой вот замечательный ремикс, который, как по мне, по цветам прям идеально подходит. И 8350 кредитов стоит данный сетик. К этим перчаткам, кроме этой бабочки, я ничего не подобрал. Они шли в сете в рулетке. Поэтому как-то так смотрится неплохо. Но, опять же, мне лично данные перчатки не заходят. Поэтому тут уж смотрите сами. К ним действительно очень тяжело что-то подобрать в сете. Данные перчатки у меня были в первой части ролика. В этот раз я подобрал к ним, ну, вот этот вот, получается, керамбит, который также шел в сете. В прошлую часть данный сет не попал из-за стоимости. А в эту в самый раз вписался. Дальше у нас идут перчатки Harvester. К ним я подобрал мясницкий нож, получается, из рулетки. Сочетается, как по мне, по цветам неплохо. Но, опять же, не идеально. Мне эти перчи, честно скажу, тоже не особо заходят. Но так как они подходят под концепцию рубрики, по стоимости, я их точно так же решил добавить. Ну и керамбит Slice of Lime также подходит. Этот сет был непосредственно в рулетке, поэтому неудивительно. Дальше. Что у нас дальше? Дальше у нас идут перчатки Cygnus. К ним подходит, конечно же, вот этот мясницкий нож, который шел с ними в рулетке в сете. Сетик неплохой. 7 450 кредитов стоит. В принципе, можно использовать. Я с ним бегал. Выглядит достаточно неплохо. И более бюджетный вариант. Это, получается, вот этот вот Remix PowerShot. Выглядит круто. По цветам хорошо сочетается. У меня Максончик с ним играл. Мой друг и по совместительству модератор. Смотрится реально круто. Дальше у нас идут перчаточки. Получается Reach of Brass. К ним я подобрал, естественно, ремикс, который шел в сете, в рулетке. Выглядит реально круто. Но стоит отметить, что эти перчатки только за КТ сторону. Поэтому это тоже надо учитывать. Это определенный минус. И получается вот такой вот Kerambit Ink Drop я также подобрал. Смотрится не идеально, но, как по мне, имеет место быть. Поэтому данный сет я также решил добавить. 8 250 кредитов он стоит. И смотрится, как по мне, вполне сносно. Дальше у нас тут перчатки Fulmination. Понятно, я к ним добавил вот этот вот Кукри, который шел в сете. Честно скажу, мне эти перчаточки вообще не заходят. Но ряд людей спрашивает о них на стримах. Поэтому я их также решил добавить в данный видеоролик. И помимо Кукри я подобрал вот такой вот меч из бандла. Как по мне, сочетание фиолетового и золотого однозначно подходит. Но, опять же, как сет не идеально, но имеет место быть. 9 800 кредитов все это дело стоит. Дальше у нас идут перчаточки Schwarzschild. Перчи обалденные. И вот эта вот бабочка, как она называется-то? The Great White. Также сочетается достаточно круто. Как по мне, по сочетанию цветов не прямо идеально, но максимально приближенно. Поэтому да. То же самое и с топориком SurfDog. По цветам не прямо идеально по оттенкам, но очень приближенно. Поэтому я точно так же решил сетик добавить. 7 400 кредитов все это дело обходится. Помимо этого, вот такой вот Кукри достаточно неоднозначный выбор. Но за счет того, что на перчатках есть вот эти вот оранжевые элементы, которые есть и на Кукри, как по мне, сочетается действительно круто, прикольно. Для сета, конечно, дороговато, но вполне неплохо. Мне кажется, что кому-то однозначно зайдет. Ну и вот этот вот ремикс Reach of Brass тоже прям офигенно сочетается. Мне очень понравилось. Пожалуй, наверное, лучшее сочетание именно с этими перчатками. Прям по цветам все идеально гармонирует, как по мне. Дальше у нас идут перчатки Escape. К ним, на самом деле, было тяжело что-то подобрать. Одним из ножей я решил взять Tectool Tigris. Не идеально подходит, но по мне достаточно неплохо и в целом относительно недорого. 6500 кредитов все это дело стоит. Топорик Escape. Когда-то давно я этот сет уже у себя в видосах показывал. Также смотрится достаточно неплохо, сносно. 7720 кредитов все это дело обходится. Дальше у нас, получается, идет Kerambit Sanguine. Тоже смотрится достаточно прикольно, классно. Как по мне, выглядит более чем достойно. Поэтому можно использовать. Конечно, ручка не особо подходит, рукоятка. Но это уже дело десятое. И также Kerambit Revolution. Здесь лучше подходит рукоятка. Но, как по мне, именно скин Sanguine смотрелся лучше на Kerambit в сочетании с данными перчатками. Опять же, судите сами. Можете в комментариях написать, какой из сетов вам лично больше понравился. И вот этот вот, получается, тамагавк я тоже сюда добавил. Мне он, честно скажу, вообще не заходит. Но именно как сет оно смотрится вполне приемлемо. Поэтому в видос я его также решил добавить. Дальше у нас идут одни из моих любимых перчаток в прошлом. Это North Windy. Сейчас эти перчатки уже не такие актуальные, как раньше. Но по-прежнему смотрятся круто. И вот с этим вот, получается, тактулом с этим также гармонирует прям офигенно. Вот этот вот ремикс, который у нас Purple Damascus, смотрится не идеально. По яркости видно, что он прям значительно ярче, чем перчатки. Но, тем не менее, смотрится неплохо. Поэтому я его точно так же решил в видосик добавить. У топорика Эсида примерно такая же тема. Он достаточно яркий. Перчи в этом плане стали значительно темнее и менее насыщенными, чем раньше. Но по цветам, по цветам вполне неплохо сочетается. Поэтому также данные сетики я решил в видосик включить. Вот с этим сетом лично я отыграл очень-очень много. Раньше он смотрелся прям бомбезно. Сейчас уже немножко похуже. Но, тем не менее, сет по-прежнему топовый. 8000 кредитов стоит. Поэтому однозначно можете использовать. Вот с этим сетиком у нас бегал Максончик. Опять же, мой модератор. Сет круто сочетается. Обалденно смотрится в катке. Ну, хотя конкретно на этом видео видно, что нож прям пересвечен. Но в катках на самом деле он смотрится лучше. Здесь просто освещение такое. И, в принципе, вот этот сетик у себя я на канале в шортсе также показывал. Ремикс Galaxy с этими перчатками обалденно сочетается. 9300 кредитов все это дело стоит. Дальше у нас идут перчатки, как они называются, Френзи. Бабочка The Great White, как по мне, из бабочек лучше всего к данным перчаткам подходит. Сочетание по цветам не идеальное, но вполне приемлемое. Поэтому, как по мне, смотрится реально неплохо. Топорик Acid уже более сомнительно. Но, опять же, как по мне, что-то в этом есть. Не знаю, за 9000, на самом деле, я бы не стал его брать. Но в целом приемлемо. Возможно, кому-то зайдет, поэтому в видос также данный сет я решил включить. Ну и, понятно, ремикс Френзи, который шел к нему в качестве сета в рулетке, я не мог не добавить. По правде сказать, мне он нравится меньше, чем предыдущие два сета. Но, тем не менее, как сет смотрится приемлемо. К перчаткам Continuum ничего, кроме вот этого, как его, кастета Moon Crush, по-моему, называется, я не смог подобрать. Перчи не очень, мне они не заходят. И в качестве сета, ну вот кроме этого кастета, мне, к сожалению, подобрать ничего не удалось. Вот эти вот перчатки, они мне всегда напоминали лапы у кроша. Кому, у кого точно такие же ассоциации, можете в комментариях написать. В сетик я подобрал вот этот вот ремикс Zuma Beach, как по мне, по цветам достаточно неплохо сочетается. Та же история и с бабочкой The Great White тоже смотрится прикольно, круто, классно. Оттенки немножечко отличаются, но в целом смотрятся приемлемо. На самом деле, эти перчи в катках, лично я с ними играл, и играл достаточно много. Поэтому могу сказать, что они достаточно прикольные и интересные. Также я не мог не добавить тектул, который шел в сете в рулетке, но, как по мне, среди тех сетов, которые я показал, он смотрится наименее привлекательно. Дальше у нас идут Acid. Acid также испортились новой графикой, раньше они были более насыщенными, более интересными. Но ремикс PowerShot по-прежнему смотрится обалденно, вне зависимости от изменений графики. Точно так же и получается мясницкий Notion Faction. Хотя, кстати, по оттенкам он смотрится похуже, чем PowerShot. И точно так же данный сетик у нас дороже, 9650 кредитов стоит. Ну и дальше у нас идут Frost. К Frost я смог подобрать только вот эту бабочку Гармонию. И то сет не идеальный, но по мне по оттенкам, кстати, приемлемо смотрится. Дороговато, конечно, 9480 кредитов, но, тем не менее, данный сетик я решил добавить. На стримах у меня многие люди спрашивают про Frost, но, к сожалению, ничего приемлемого к ним в сет я больше подобрать не смог. В принципе, друзья, на этом все. Сегодня сетов получилось немного меньше, чем в прошлой части. Но я перепробовал во время подготовки данного ролика огромное количество разных сетапов. И все самое интересное, что получилось, сегодня в данном видеоролике я вам показал и продемонстрировал. Очень надеюсь, что данный видеоролик вам понравился, что вы поставите ему лайк, обязательно подпишитесь на канал, если вдруг еще этого не сделали. Напоминаю, что следующая часть у нас будет, когда под этим роликом вы наберете 200 лайков. И поверьте, в каждой следующей части сеты будут становиться все дороже и интереснее. Всего в этой рубрике я планирую сделать, наверное, 4, может быть, 5 частей, если сетов будет прям очень и очень много. Поэтому в любом случае самое интересное будет впереди. Поэтому обязательно ставьте лайк и подписывайтесь для того, чтобы данные видеоролики не пропустить. Ну и также не забывайте принимать участие в конкурсе, который проходит у меня в телеграм-канале. Обязательно переходите. Участников на самом деле не так много, поэтому шанс того, что именно вы заберете какое-либо из трех призовых мест, шанс действительно большой. Поэтому, ребят, переходите, участвуйте. Ну а с вами был Геймерус. Всем удачи и всем пока. Увидимся с вами в новом видосе или же на новом стриме. Всем удачи.